друзья привет меня зовут евгений это проект географии инвестиций и второй выпуск мой публичный портфель итак давайте посмотрим что за это время произошло в моем портфеле начнем из выплат дивидендов пришли мне дивиденды по двум бумагам и так на прошлой неделе пришли мне дивиденды по двум бумагам 16 февраля поступила выплата от банков нью-йорк пришло всего-то 22 цента мелочь но все-таки приятно следующая выплата дивидендов 17 февраля пришло доллар 26 заплатила мне ее газовая компания тоже мало но в то же время приятно 12 бумаг у меня в портфеле на данный момент плюсует на 11 процентов я думаю будем ее держать и дальше и не знаю может докупим на просадке еще дивиденды она платит в принципе каждый квартал в мае июле и октябре дивиденды доход более двух процентов в принципе это очень хорошо также 17 февраля у банка тинькофф ну точнее у тинькофф инвестиций был глобальный сбой в системе связи с чем 18 февраля было объявлено днем без брокерской комиссии если бы не этот день то следующие сделки я в принципе никогда бы не произвел но так как 18 февраля у нас было без комиссии я зафиксировал некоторые убытки по бумагам зафиксировал смысле я продал и тут же от купил их обратно тоже количество на ту же сумму тем самым я хотел сократить последующий налоговый вычет то есть я зафиксировал убыток но тут же его и от купил те же бумаги обратно так я делаю крайне редко можно сказать вообще никак никогда но именно такой случай то что без комиссии я решил именно это и сделать и так что же я продал это акции mail group продал 18 1042 и тут же в принципе от купил их 18 в 1043 точно так же я поступил с фондом феннекс на золото 7 сделок 22 бумаги то есть я их продал и от купил обратно те же 22 бумаги полиметал тоже он у меня ним в небольшом и минусе был но решил так сделать то есть продал и до купил обратно закрыл позицию по интервал потому что бумага мне не понравилось совсем а как это мертвая нету ни роста ни падения ничего дивидендный доход но очень низкий по нему поэтому и решил то что в портфеле она мне не нужна продав интервал я купил уточния тоже зафиксировал убыток по нлмк и тут же от купил ее обратно но уже большим количеством теперь у меня в портфеле 7770 штук и наломка мы будем держать надеемся на хороший рост плюс еще по нлмк у нас должны быть 7 июня дивиденды а дивиденды нам обещают в районе 7 рублей на одну акцию в принципе это очень хороший результат сейчас у меня в портфеле 70 акций средняя цена 205 рублей 8 копеек держим держим-держим посмотрим что с ней будет докупил еще одну акцию русагра теперь у меня в портфеле по моему 4 бумажки до 4 акции средняя 895 рублей 6 копеек но пока минусуем меньше чем на пол процента нормально 18 февраля уже вечером докупил я еще бумагу одну акцию мерк про мерк я думаю сделаю отдельный большой выпуск разберем эту компанию посмотрим ее плюсы минусы но взял потому что мерк в марте в марте 11 марта у компании мерк будет закрытие реестра и обещают нам дивиденды в размере 65 центов за одну бумагу в данный момент у меня в портфеле находится 5 акций средняя цена 77 и 2 а также большинство аналитиков прогнозируют рост компании мерк и средняя цена ее должна составить около 108 долларов за акцию так что будем ждать и дивиденды и рост компании также я у среднего позицию по компании файзер добрал еще две акции и того у меня и сейчас на данный момент в портфеле находится 6 акций компании файзер средняя цена 335 долларов 17 центов держим и ждем какого-нибудь хорошего роста но с каждым днем я думаю надежда тает хотя может и покажет также добавил еще одну акцию банков нью-йорк на данный момент у меня две акции средняя 42 доллара 4 центра держим и ждем какой-нибудь приятный бонус от банков нью-йорк я думаю будет рост ну посмотрим посмотрим папа продажа 18 февраля я продал компанию total продал ее по 45 25 брал где-то ее наверное в районе 40 или 41 не помню покупал а я их 2 брал 41 ну средняя была 41 также я продал компанию алюминий она у меня плюсовала свыше брана и продал сейчас 23 а я ее продал по 22 25 поспешил ребята не повторяйте за мной мои сделки потому что я могу ошибаться также я продал кинд моргана это контролируемые терминалы которые хранят и обрабатывают нефтепродукты химикаты продал я ее по 15 долларов 2 цента сейчас она стоит 14 долларов 93 но в принципе пусть зафикс зафиксировал и все здесь кстати 17 февраля я пытался продать 8 не 18 7 17 февраля вот как раз когда произошел сбой я пытался продать акции так нефти она поднялась в района 540 но к сожалению сделка не получилось поэтому акции так нефти у меня сейчас в портфеле но их держим и будем держать дальше пока плюсуем на 6 процентов вот что еще хотел вам рассказать больших таких перестановок моем портфеле нет сократились некоторые бумаги все остальное осталось принципе также новинок ничего я не покупал то что касается рынка в целом я не могу прогнозировать сейчас вот в данный момент куда он пойдет возможно будет рост возможно будет падение но судя потому что допустим 18 февраля была небольшая такая коррекция и все по продаже от купались вновь можно сделать вывод что просто будет еще один скачок рост вверх до какого уровня он продлится не может предугадать никто поэтому держите руку на пульсе и всегда контролируйте свои открытые позиции если бы конечно не долгосрочные инвестора пытаетесь спекулировать что-то купить что-то продать так как сегодняшний рынок он может в любой момент просто развернуться и уйти на десятки процентов вниз просто просесть поэтому я в своем портфеле сейчас добираю именно дивидендные акции которые будут раз в квартал приносить мне небольшую сумму денег также я планирую и продолжать пополнять свой брокерский счет и инвестировать тоже в дивидендные бумаги сейчас рынок торгуется на максимальных на максимальных уровнях и сколько это продлится еще неизвестно будем конечно надеяться на то что такого резкого падения как допустим в марте 2020 года мы не увидим и все наши нажитые накопленные денежки останутся у нас в портфеле остался в акциях которые нам принесут прибыль друзья пишите в комментариях то что вам было бы интересно услышать какую тему я бы мог вы для вас разобрать рассказать подписывайтесь на канал кто еще не подписан спасибо всем тем кто оставляет комментарии и ставит лайки это проект география инвестиций мой публичный портфель до новых встреч и всем пока